Буся, тебе не кажется, что нас хозяина слишком мало кормят? Да, поддерживаю, так они еще и из себя вожаков возомнили. Предлагаю устроить против них бунт. Хорошая идея, только нас всего двое, надо еще с кем-то объединиться. Предлагаю позвать хомяков. И еще надо кого-то большого и сильного, например, Рокки. Отличная идея. О, котяры пришли. Эй, хомяки, у нас хом замачивали предложение. Ну и какое у вас предложение? Мы хотим объединиться и устроить против человека в бунт. А что нам за это будет? Вас будет больше кормить и, наконец, выпустят на свободу. О, это очень хорошо. Отлично, осталось договориться с Рокки. Давай ему позвоним. А давай. Прием, Рокки, не хочешь присоединиться к нашей затее? Алло, привет, какой еще затея? Мы с Симбой и Хомяками хотим устроить против человека в бунт. О, слушайте, неплохое предложение, я согласен. Тогда ждем тебя, приходи. Так, стоп, я чую тут что-то странное. Ну-ка попробую откопать. Там что, какой-то пульт? Капец, реально пульт. Интересно, что это? Какой-то он странный. Так, надо сейчас срочно бежать котам и рассказать им все. Симба, Симба, это срочно, иди сюда. Где тут? Что случилось? В общем, когда я пошел к вам, я учил под землей что-то странное, и там оказался этот пульт. Что? Ты брала нажимать на что-нибудь? Нет, я подумала, он не рабочий, и вообще это может быть опасно. Ну, давай попробуем. Хм, вроде ничего не происходит. Пойдем посмотрим, что происходит в доме. Надо бы пойти, кто погулять. А ты думаешь, что ты будешь довольна? Надо бы хомяков подержать. Идите сюда. Да, Пуська. Пуся, смотри, что это с нашим хозяином. Видимо, пульт, который нашел Рокки, сработал. Ура, мы теперь на свободе. Субтитры сделал DimaTorzok